Приветствую! Это размышлительный видеоблог. Начну я с мелочи, закончу большим. Закончу я Эрдоганом. Итак, первое. В Мелитополе прогремел взрыв в доме. Есть погибшие, сообщал сегодня корреспондент. И, что самое интересное, они приводят ссылку, гиперссылку на первоисточник. Нажимаем, переходим. 19 октября 2014 года. Есть разные степени упородств. Можно ставить, конечно, новость, которая уже была в 2013 году, к примеру. Ну, попутали и поставили. Но, когда ты ставишь гиперссылку, и по гиперссылке четко понятно, что это новость 2014 года. Немножко странно, мне кажется. Но, можно было сказать, да, исполнил корреспондент. Не только корреспондент. Страна ЮА в Мелитополе из-за газа взорвалась многоэтажка. Трое погибших. И ставят гиперссылку. Переходим по гиперссылке. Та же самая. 19 октября 2014 года. Какое-то помутнение. Рассудка прям. Репортер. Гиперссылка. Нажимаем. Понятно, куда попадаем. Совсем сбрендели, что ли? Ну, теперь переходим ко второму. Ко второй части первого билета. Это Эрдоган. Я отступлю здесь от своих принципов. А мои принципы. Не комментировать ничего связанного с Россией. Что не было бы напрямую связано с Украиной. С Украиной эта новость не связана. Более того, украинские СМИ весьма неохотно сообщают о том, что Эрдоган извинился. Извинился ли он на самом деле, я не знаю. Но Песков сообщил, что извинился. Почему бы не поверить Пескову? Да и глупо было бы, если бы Песков это выдумал. Уже перевели его извинения. Уже они размещены. Он выражает... Короче, он превратился в Лию Ахиджакова на самом деле. И он извиняется, извиняется, извиняется. Простите, простите. И в связи с этим у меня один вопрос, связанный со СМИ. Напрямую связанный со средствами массовой информации. Когда-то давно, когда деревья были еще большими, Эрдоган являлся нормальным пацаном. Эрдоган не был исчадьем ада. Эрдоган не торговал ни нефтью, цигил, не торговал наркотиками. Эрдоган регулярно встречался с главой Российской Федерации. А потом, а потом произошло страшное. Видите, он и диплом даже подделывал. И если до этого птицы на него нападали, это было шуточное нападение, то сейчас, то сейчас, в общем-то, все, что бы с ним не случалось, это говорит о том, что он просто подлец и подонок. Я лично видел новость, своими глазами видел сообщение о том, что во фруктах, которые приезжали из Турции, такие огромные, такие жуки какие-то, неизвестные науки практически, а эти жуки, от них много может быть проблем. И после этого, конечно же, перехотелось есть все турецкое. Иногда доходило до абсурда. То есть, создавалось впечатление, что нет ни одного греха в мире, который не совершил бы Эрдоган. Иногда складывалось впечатление, что следующей новостью будет новость о том, что воздух, который залетает из Турции, смертельно опасен. Ну, что случилось с самим Эрдоганом и почему его охиджакнуло, мне вполне понятно. В свое время большой брат сказал, ты можешь сбивать самолет, ты имеешь право. Ну, Эрдоган поверил, по всей видимости, а теперь у него практически казни египетские, и скоро жрать будет нечего, что питаться сбитыми самолетами, сколько сбил, столько съел. И в связи с этим всем у меня простой вопрос, а что будет дальше? Как быстро СМИ забудут обо всех вот этих вот грехах Эрдогана, как скоро эти грехи станут не такими уж и грехами, и как быстро всю эту новую реальность, которая окажется не такой уж и зловещей, примет читатель, зритель, как быстро он это скушает. Это своего рода эксперимент будет, знаете, можно за этим наблюдать в прямом эфире. Вообще дружба, дружба это хорошо, но когда ссоришься, не обязательно говорить на своего вчерашнего друга, что он, понимаешь, и во все дыры дурак. Ну, вот такая вот мысль, простите, если вдруг кого обидел. Всегда с любовью, пока.